Мамочку в декрете, да? То есть у вас двухлетний ребенок, значит, ищите примерно мамочек с маленькими детками. Ну, прям сужайте, постепенно сужайте и пройдитесь по всем этим фото. По этим фотографиям. Когда вы будете заходить на человека, да, вот, вы зайдете его несколько постов, обратите внимание, какие хэштеги, или сразу же пройдетесь по этим хэштегам и дальше. То есть как бы это нескончаемо. Просто вот в начале для меня не совсем было понятно, какие хэштеги пишут мамы, какие хэштеги пишут, допустим, там, не знаю, по профессии я хотела искать, бухгалтера. Ну, то есть я как бы примерно понимала, ну, один-два хэштегов. А потом я поняла, нужно просто зайти на хэштеги пишет он. И таким образом вы будете искать свою целевую аудиторию, которыми у вас есть что-то общее, должны быть точки соприкосновения, какие-то общие интересы. Я думаю, это понятно. И следующий вариант – парсинг с ВК, Фейсбук, контакты телефона. На первом вебинаре я говорила, что можно подключить список контактов, и вам Инстаграм порекомендует людей, которые находятся в вашем телефоне, да, в списке, порекомендует этих людей, которые в Инстаграме. Таким образом вы в первую очередь подпишетесь на них, и, соответственно, я думаю, тут уже процент более, ну, если его телефон у вас, да, то есть у вас знакомый, он, соответственно, подпишется на вас. И даже если у вас будет очень маленькое количество фото и мало подписчиков, для него это не важно, он вас знает, я думаю, понимаете. Поэтому в первую очередь можно проработать эти варианты. Также, как бы, как я показывала на первых слайдах, там, в первом вебинаре, что можно использовать рекомендации с Фейсбук и с ВК. То есть это тоже ваши друзья, либо знакомые друзья, либо онлайн-друзья, которые давно за вами наблюдают. И, соответственно, вы тоже получите, вот, ну, большую долю вероятности, что они на вас подпишутся. То есть я предлагаю именно начинать, начинать именно с этих контактов. Тем более, тем более вы со своего основного аккаунта будете раскручивать свой личный бренд. И поэтому будет хорошо, если вы со всех соцсетей своих онлайн-друзей, да, подключите, можно сказать, на свой личный аккаунт, заявите о том, что вы тоже здесь, вы тут, в Инстаграме, вот. Я думаю, тут все понятно, да, где искать. Итак, да, действительно, очень важно, чтобы аккаунт был грамотно оформленный. Это, ну, 100% успеха, да, что у вас будут регистрации, будет качественный масс-фолловинг и так далее. Поэтому обращаем вот на вот эти вот пять пунктов. Первое – логин. То есть логин продумайте. Но в любом случае, я бы там не знала, потом уже, как бы, я поменяла свой логин. То есть логин вы сможете потом изменить. Если вдруг вам кажется, что вы что-то не то написали или он вам не нравится, вы потом поменяете на тот, который вам, ну, который система пропустит. То есть вы можете в разделе «Редактировать профиль», поменять логин. Итак, логин не должен, не должен, как бы, включать слова о работе. То есть это понятно. Аватарка. Да, аватарка и логин – это 95%, что на вас зайдут, что на вас обратят внимание. И смотрите, вот, ну, на примерах, на слайдах я показала, вот в левый слайд, да, девушка там. Это фото, оно настолько, вот, известное, кто давно уже в интернете, в других соцсетях, что, ну, тут сразу видно, что это не настоящее фото, что это фейковый аккаунт, и я вот даже, как бы, не зайду. Хотя симпатичное фото, но я на него не зайду и не подпишусь. Так я думаю, что поступит, ну, большая часть. Поэтому, сами понимаете. Как примеры, конечно, нежелательно, чтобы на аватарке вы были, например, в купальнике. Обычные пользователи так, ну, в ней эти фотки ставят, это, возможно, для них нормально, но вы же развиваете бизнес, вы сами понимаете. Плюс какие-то фотографии, которые, вот, где вы становитесь, как бы это красиво не было, но если вы стоите спиной, вы закрыты, это тоже не, как бы сказать, доверие уже к вам немножко меньше. Вот, поэтому выбирайте более, такой вот вариант, открытое фото, никаких очков. Можно, да, применить некоторые женские хитрости, надеть интересные, привлекающие аксессуары, как вариант. Вот, если это фото не просто селфи, то есть не просто ваше лицо, это, возможно, может быть и фото в полный рост. Оно будет очень мелко, конечно, в телефоне видно, да, но если фон какой-то интересный, интригующий, или там вы в каком-то деловом костюме и где-то находитесь, ну, действительно что-то такое, что, возможно, привлечет, да, вашего пользователя, то, пожалуйста, можно и такие варианты ставить. Что касается подписчиков и подписок. Как я говорила ранее, на начальном этапе невозможно сделать, чтобы подписчиков было много, вернее, чтобы подписок было мало, то есть мы же подписываемся постоянно, поэтому вначале, конечно, цифра будет такая, что подписчиков мало, подписок, на кого вы подписываетесь, будет много, но впоследствии вы будете этот процесс контролировать с помощью отписок. Количество фото, да, должно быть максимальное, то есть мы выходим в рекрутинг, ставим уже шапку, инфошапку о бизнесе, когда у нас хотя бы 50, там, 30-50 фото. Там уже смотрите сами, то есть, да, напомню про подвала фото. Вначале, пока вы сейчас издаете аккаунт, загружаете, загружаете просто какие-нибудь фотографии, посты, работаем над количеством. И дальше акцент с шапкой топ-9. Сейчас мы немножко подробнее пройдемся по этим пунктам. Итак, топ-9. То есть вы понимаете, что ваш пользователь, когда все же заинтересовался вашей аватаркой, вот, ваш логин его не напугал, да, и он зашел к вам и прочитал вашу шапку, которая тоже должна быть грамотно, да, составлена. Вот, он взглядом сразу окинет вот эти вот топ-9, 9 фото. Очень редко, когда листают вниз. Ну, там 9, 12, 15, не более. То есть поэтому вы должны, когда вы уже сделаете свой подвал фото, хорошенько продумать вот об этих фото. И каждый раз вы повторяете вот эту симметрию. То есть должно быть обязательно ваше фото. Неважно, это селфи или полный рост, но ваше фото раз в 9 фотографий должно фигурировать. То есть если вы заявляете в шапке о том, что у вас есть дети, и вы будете писать о детях, конечно, фото детей. Если вы еще студент, у вас нет детей, показывайте, пожалуйста, студенческую жизнь. То есть, конечно, должны быть продающие посты, но не очень часто. Продающие посты, ну, тоже 2-3 поста в неделю. Вот. Ну, в зависимости, конечно, прямой, открытый, да, в лоб пост такой продающий или более мягкий. То есть вот о продающих постах мы поговорим в следующем вебинаре о контенте немножечко подробнее. То есть продающие посты, это доходы, вы там показываете, доходы, которые можно туда заработать, которые вы уже заработали, если у вас уже есть, да, перспективы, которые ждут людей, которые присоединятся к вам, да, призыв к действиям. Командные фото, фото с банкетов, конференции, интересные, красивые, яркие, мотивирующие выставляем. Ваша жизнь, ваше увлечение, что, чем вы занимаете еще раз, и чем вы занимаете еще, да, в своей жизни, что вам интересно. То есть продумайте, то есть о чем вы будете еще писать вот на вашем аккаунте. То есть возможно у вас есть любимая собака, да, и вот это ваше, не знаю, не то чтобы хобби, но вот ваше действительно увлечение. И вы будете, а будет она фигурировать, да, вам помогать составлять контент. Мне, кстати, очень-очень помогает мой контент, составляет моя дочурка. Не знаю, что бы я без нее делала, особенно в начале, то есть она иногда такие отмачивает, не знаю, ситуации. Я старалась снимать, да, вот очень много я ее снимала, и какие-то вот видео, которые вот я чувствую, что можно, в принципе, выложить, я выкладывала, или фотография, поэтому она у меня очень много фигурирует. Я и написала, да, в шапке, что я пишу о детях, о жизни, да, о ярких воспоминаниях, о мечтах, и так и есть. Я пишу о жизни, о своих воспоминаниях, которые, что со мной происходило ранее, о том, о чем я мечтаю. То есть вообще, да, ваши топ-9 должны отражать вашу шапку, ну, вас и ваш образ жизни. Вот, и, конечно же, ваш отдых, где бы вы, если, ну, не если, а вы отдыхаете, вы проводите хорошо время, покажите, покажите это своим пользователям. Также вот некоторый нюанс, который я хотела бы тоже вам осветить. То есть, когда вы, когда вы составляете свой контент, вы должны понимать, что не должно быть постоянно одно селфи, то есть одно ваше лицо. Вот у меня было так, что я не знала, что это так вот бросается в глаза, или что это важно, но я сама понимала, что просто сфотографировать себя, ну, один, два, три, как бы, нет, надо что-то, как бы, менять. Да, и не все просто любят себя там, ну, как вам сказать, не все любят там сфотографировать себя в полный рост. Вот бывает, вот тебе не нравишься, да, как ты сфотографировался, и поэтому, как бы, стесняюсь себя выставлять. Вообще мы, женщины, мы же не выставим ту фотку, которая нам не нравится, правильно? То есть мы либо не выставляем ничего, либо очень-очень хорошее фото, правильно? Вот, поэтому, как бы, я старалась там где-то разместить какие-то коллажи, использовала, делала какие-то мини-ролики, вот, даже со своими селфи, да, перемешка, то есть миксовала. То есть в любом случае вы должны понимать, есть ближний план, это селфи, есть средний план, это, ну, вот, как бы, средний, не в полный рост, наполовину, вот, как у меня на слайде, допустим, дочечка на видео, она сидит, да, или где вы полуоборота, ну, где-то так вот сидит примерно, средняя фото, и крупный план – это полный рост. То есть у вас должно, как бы, чередоваться плюс-минус, неважно, ваше это, или вашего ребенка, или вашего мужа. То есть не должно быть везде одно селфи-селфи, или там полный рост издалека, ну, крупный, там, как бы, план, вот. То есть вы должны это миксовать. И плюс, конечно, добавляйте фото, которые придадут легкости вашему аккаунту. Это предметка, то есть что это такое? Это составляйте сами. Если вы найдете, ну, будете сначала искать в интернете, ну, пожалуйста, для начала это нормально, потом составляйте сами. Это книжечка, это ручечка, это какие-то бусики, то есть предметы интересные, да, это располагайте, фотографируйте, делайте качественное фото, ну, как бы, экспериментируйте. Вот. Это еда, конечно, в любом случае, ну, мир должен знать, что я ем, да, или что я хочу съесть, поэтому выставляйте иногда еду. Но тоже это должен быть, как бы, красивая подача. Не всегда она у меня была красивая, не думала, что это настолько важно, но мы же учимся на своих ошибках, поэтому бы это нормально. Фото ног, рук, вы знаете, да, это модно, ножки свои фотографировать, поэтому отличный контент. Летом, да, пусть сейчас уже не лето, но даже летом было отлично, отличная возможность на каком-то фоне сфотографировать свои ноги и написать какой-то пост, как бы разбавлять свои вот эти вот фото. Я думаю, что по ходу вы разберетесь, чем больше вы будете просматривать ленту, чем больше вы будете просматривать другие профили, вообще, так сказать, зависать в Инстаграме, тем больше вы поймете, что люди выставляют. Ну, конечно, нужно ориентироваться на лидеров, да, на людей, которые популярны, ну, не на боты какие-то или там на дилетантов. То есть смотрите, берите примеры. Дальше шапка. Шапка. Мы не пишем шапки о бизнесе, да, пока не будет 30-50 фото, и пока хотя бы у вас не будет 100 или 200 подписчиков. Это понятно. Составляете шапку такую, которая понравится лично вам. Обязательно пишите, как я сказала, то, ну, в шапке то, о чем вы будете писать, чтобы была как бы состыковка. Должна быть проводиться параллель. Вы написали в шапке одно, а выставляете совсем другое. Ну, как бы будет бросаться в глаза. Человек должен прочитать шапку и посмотреть вниз, и посмотреть, что да, это действительно вот плюс-минус в соответствии тому, что вы написали. То есть не надо обманывать наших подписчиков, правильно, или гостей нашего аккаунта. Поэтому и обязательно должен быть призыв к действию и свои контакты или ссылка на сайт. Сейчас очень много возможностей ставить одну ссылку с переходом на другие сервисы, ресурсы, где вы можете ставить ссылку и на сайт, и на свои другие контакты, то есть мессенджеры, да, и на ссылочку в YouTube. То есть есть варианты, можно это использовать, почему бы и нет. И да, действительно, сейчас не работает. Вот именно в шапке такое не работает. И ни в названии, ни в шапке, типа работа в интернете. То есть этим уже никого не удивишь. Было время, когда это работа, но не сейчас. И это надо принять. То есть работа для мамочек в декрете и так далее, тоже сейчас это не актуально. Я думаю, вы уже заметили. Поэтому должны продумать хорошенько. Люди сейчас идут на личность, на образ жизни, на личный бренд. Они должны пойти на вас. Вы должны продвигать себя. Вот именно если в Инстаграме вы прокачиваете свой личный бренд, то вы продвигать должны себя в партнерстве, допустим, с проектом. Но центр – это вы. Не компания даже, не проект. То есть потом вы, конечно, в постах вы будете, можете пиарить и компанию, и проекты, и так далее. То есть в любом случае в шапке должна быть именно информация о вас и о том, что вы будете писать. Я думаю, тут понятно, да? Ну, насчет ссылки, да, я вам сказала, что можно ставить ссылочку на регистрационную форму. Если у вас есть, если вы считаете, что вы уже можете поставить, конечно, ставьте. Если у вас, возможно, уже раскручен аккаунт и много, в принципе, подписчиков, ну, просто вы еще активно там не работали, ну, у вас есть уже база, то, пожалуйста, можете сразу поставить. Так, двигаемся дальше. Так, зона ваших действий. Что же вам нужно делать, да? Что же вам нужно сделать, чтобы получать регистрацию? Это в общих чертах написано, чтобы вы имели как бы представление. Итак, от 3 до 5 тысяч подписок в день. Соответственно, вы понимаете, что для этого будет мало одного аккаунта, вы будете создавать их больше. То есть 5 аккаунтов или 10 решать вам. Как я говорила, желательно хотя бы 5, ну, и еще иметь 5 для подстраховки. Потому что, ну, мало ли, вас заблокируют, вы потеряете аккаунт, чтобы вам было, ну, было куда перейти, точнее взять запасной аккаунт. Поэтому постепенно запасные себе создавайте. То есть вы будете работать лайками, да, комментариями, писать в директ. Ну, то есть кто-то, кто какой хочет метод, тот и выберет. То есть я говорила о тех возможностях, которые предлагает Инстаграм. То есть сторис использовать. Сторис можно использовать и в самом начале. Если у вас есть время, да, изучите этот метод. Возможно, позже я составлю как бы вебинар. Поэтому очень интересный ресурс. И вот сколько времени я его не использовала. Ну, по крайней мере, так активно. Я думаю, что он подойдет и для новичков. И прямые эфиры. Прямые эфиры, конечно, надо же научиться. Они должны быть качественными. Я так думаю, что это уже новый уровень. Действительно, он для профи. Это моя следующая. Вот сторис, да, досконально изучить и использовать эти истории. Да, и прямые эфиры. Это то, что будет моя следующая цель. Точнее, это и есть моя следующая цель, которую я начинаю изучать. Интервал работы. То есть вы сами распределите, сколько раз вы будете заходить в Инстаграм для работы. То есть это будет или три раза, или пять раз. Смотрите сами по своей занятости. Можете разделить свой рабочий день на 2-3 промежутки между заходами. 2-3 часа решайте сами. Как я рекомендую сейчас подписываться. Мы говорим сегодня о масс-фоловинге. То есть каждые 10-15 минут по 30 подписок делать. То есть делали 30 подписок, да, через 10-15, это еще 30 и так далее. То есть сейчас вы можете сделать 120 подписок. К сожалению, 200 сейчас не всем аккаунтом, тем более молодым, дает. Да и я сейчас не делаю такое количество, как бы осторожно. Лимиты немножечко урезали. Так бывает, в принципе, в всех соцсетях. Количество работы, ну, это трех часов в день. Если просуммируете, то это где-то примерно так будет. Поэтому если вы рассчитываете и хотите работать в Инстаграм, вы должны располагать именно на такое время. По чуть-чуть это не даст вам ничего. Вот тут как бы очень важно определиться, какие соцсети будут у вас в рекрутировании, да, то есть с полика. Я считаю, что в принципе желательно выбрать две соцсети. Именно для работы, для рабочих аккаунтов. То есть продвигать личный бренд можно во всех соцсетях, не можно, а даже нужно. А работать хотя бы в двух направлениях, даже в трех, я думаю, потому что будет так везде по чуть-чуть. И либо вы активно работаете в тех соцсетях, где вы есть, там, в Facebook, ВКонтакте, и постепенно развиваете Инстаграм, изучаете потихонечку. Ну, тогда не ждите, если вы будете делать 500 или 1000 подписок, не ждите отдачи, чтобы там не было разговора, да, это не работает, это неэффективно, регистрация нет. Они есть. Вот если я не рекрутирую сегодня, если я не рекрутирую три дня, да, толком, ну, выставить пост, это не рекрутинг еще, да, вы же сами понимаете. То есть если я не рекрутирую, регистрации нет. Если же делать все, как рекомендовано, да, определенное количество лайков, постов, подписок, то регистрации есть, поэтому по чуть-чуть не получится. Применяйте для начала, да, метод будильника, чтобы как-то вот себя организовать. Пишите планы. Пишите планы. Я писала, прям прописывала по минутам, по времени, когда, во сколько я захожу. Не скажу, что всегда получилось там прям точно придерживаться. Иногда я пишу там в это время на один аккаунт захожу, в это время на другой аккаунт. А потом раз, будильник прозвенел, а я не то, что там на третьем аккаунте по времени должна быть, я еще там с первого не ушла. Где-то зависла, где-то посмотрела, интересный пост, у меня мысль, муза на меня нашла, и я давай что-то писать, давай что-то это, отвлеклась. То есть тут, конечно, нужна дисциплина. И очень часто меня сбивали именно написание постов, какие-то мысли от конкретного рекрутинга. Соответственно, и ждать просто от этого регистрации, я думаю, было бы глупо, я это прекрасно понимала. Вот, отписки. Конечно, да, мы должны делать отписки. В первую неделю после регистрации нужно немножко подождать, не отписываться особо. Вы там и немного подписываетесь, поэтому это не критично будет цифра, да, вот тех подписок, на кого вы подписались. Потом постепенно отписываться. Что я рекомендую? Нельзя делать, если в этот день вы подписывались, и потом, например, полдня подписывались, и потом сразу отписываетесь, вот, как бы, большим количеством. Желательно на следующий день, не все сразу. Я, как бы, миксовала, и очень часто Инстаграм запрашивал у меня, вот, в ходу подтверждения, почему, от чего не знала, как бы, не понимала. Вот, поэтому тут нужно, как бы, более осторожно. Вообще, как бы, ожидается, что первый месяц новых, новые аккаунты будут часто вас спрашивать смс, подтверждения на телефон. Это нормально. Где-то вот с месяц, потом это прекратится, и вот, ну, сколько времени уже прошло, то есть создание аккаунтов, когда они прошли модерацию, подтверждения не было, вот только сегодня первое. И то я перешла со своего телефона, который сдалась сегодня в ремонт, перешла в старый, знаете, начала добавлять сразу все свои аккаунты. Я не знаю, в чем может быть в этом причина, может, нет. То есть я добавила свой, все нормально, добавила второй, нормально, добавила третий, и тут у меня подтвердитесь, да, пожалуйста. Я понимаю, что, наверное, нужно все же поосторожничать. Вот, поэтому, конечно, нужно, как сказать, не сильно активничать. Ну, и плюс посты, конечно, это обязательная, да, цифра, как минимум для начала один пост в день в вашем аккаунте вы должны сделать. А хорошо бы это было бы, если бы три поста. Один, два, три поста в день вы должны постоянно напоминать своей аудитории о себе. Вот, я думаю, это понятно. Знаете, недавно просмотрела, не помню даже, кто, где, вернее, в Ютубе посмотрела, кто говорил об этом, есть такая, как бы, не фишка, а вот схема, три тройки. То есть пользователи, когда листают, да, ленту, он задерживается максимум на, вот, на вашем, на ваше фото три секунды. То есть посмотрел, внизу там есть пару, пару слов, ну, где-то одно предложение поста, которое, остальное все скрыто. Вот если его заинтересовала, вот, картинка или то, что там написано, в основном картинка, то есть мы же помним, Инстаграм это визуал, для визуалов больше, то есть он задержится на три секунды. Дальше три. Если, получается, смотрите, он зашел, зашел на ваш аккаунт, то максимум, на что вы можете рассчитывать, что он задержится на вашем профиле на три минуты. Ну, это максимум, то есть от трех, чтобы просмотреть все публикации, ну, не все, а вот эти девять. Дальше листать не будет. Ну, как бы посмотрел и давай классить. И дальше цифра третья, это три, как он говорит, это всего на третий день он у вас забудет. То есть если вы не будете ему напоминать о вас, то на третий день он забудет, какой бы хороший профиль у вас не был, какой бы хороший аккаунт или, вернее, посты он у вас не прочитал, он об этом забудет. Ну, мне понравилась такая схема, я сразу запомнила, я думаю, ну, интересный такой, вернее, вывод сделал молодой человек. С Инстаграм. Поэтому посты, да, нужно делать ежедневно, один, два, три. Выполняем эти действия ежедневно, и вы выйдете обязательно на одну регу в день. Ну, а конкретно вот по статистике, по циферкам, да, вы уже на методах, на вебинаре по методам рекрутинга об этом узнаете. Все, в принципе, на сегодня все. Если есть у кого-то какие-то вопросы, можете задать. Вот, если нет, то обмозговывайте этот материал, и в следующий вторник будет следующий. Интересная тема о контенте, в принципе, актуальная. Скажу, что если вы уже профи, если вы отлично пишете посты в других соцсетях, то, возможно, вам эта тема будет неинтересна. Это больше, так и называется, контент для чайников. Хотя есть некоторые моменты, которые могут отличаться от других соцсетей. Смотрите сами, приходить или нет. Ну, все. В принципе, запись можно заканчивать. Я хотела пару слов сказать насчет того, чтобы вы не увлекались. Это не обязательно для записи. Чтобы вы не увлекались именно в погоне за цифрой подписчики. Знаете, как вот тут бывает, говорят, звездная болезнь. Так вот, я хочу сказать, в какой-то момент, да, у меня была цель регистрация в день. Да, у меня была цель понравиться своей аудитории. Но в какой-то момент вот эта вот цифра была, ну, как бы зашкаливает главнее. Вот не стоит этого делать, потому что, когда на вас поподписывается целая куча, ну, возможно, там, ботов или каких-то вот неактивных людей, которые зашли один или два раза и потом больше не лайкают ваше фото, не комментируют, ничего не делают, но они не отписываются, они вам делают такую, как бы сказать, ну, маленькую такую капу. Почему? Потому что вовлекаемость падает. И, знаете, иногда аккаунт, у которого всего лишь одна тысяча подписчиков, ну, не всего лишь, но одна тысяча подписчиков, но с вовлеченностью, то есть лайки на его фото достигает там 100 и более, он выигрывает перед тем, у кого 10 тысяч подписчиков, а лайков 20, там, 10 и так далее. То есть тот аккаунт проигрывает. Сейчас Инстаграм, ну, есть такие фишки, как бы, о которых, может, потом услышите, идет какое-то как ограничение. Ваши посты потом, такая умная называется лента, ваши посты будут восприниматься как неинтересный Инстаграм, как-то фильтрует, как спам, и их не будет видно в ленте. Если они, если ваш аккаунт, вот, должно быть, должно быть соотношение ваших подписчиков и вовлеченностью, то есть ответной реакцией, активностью, понимаете? И вот это надо сейчас контролировать. Сейчас, как бы, я собираюсь, вот, как я говорила, почистить. И мне не жалко, я отпишусь хоть от тысячи, хоть от полторы тех подписчиков, которые неактивны, которые просто засели и не выходят, и они портят мне статистику, можно сказать так. Вот такая фишка, постепенно об этом узнаете. Ну, всем спасибо, что посетили мой вебинар. Встретимся в следующий вторник. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok